В прошлый раз мы с вами остановились над теоретикой сложностной модели и начали говорить о теории сложности алгоритмов. Я еще раз попрошу вас, акцентирую ваше внимание, почему такая модель, которую мы сегодня будем рассматривать, и такое определение стойкости, чрезвычайно важно в криптографии. Дело в том, что, как мы с вами посмотрели и поняли, теоретика информационная стойкость, или стойкость связана со статистической независимостью открытого текста и шифр текста, когда для проведения криптоанализа принципиально не хватает информации, когда не хватает статистической связи между двумя объектами, когда мы ее не можем явно вычислить, эту статистическую связь. За бесконечное время. Такие бы системы использовать бы везде. Но, к сожалению, как мы с вами видели, даже для современных систем криптографических, там, где теория Шенона уже несколько уточнена в связи с характеристиками канала связи, как модели Вайнера-Мауэра, или в моделях, когда мы рассматриваем не одно сообщение, а множество сообщений, как в модели Штарькова, или в моделях, когда мы рассматриваем некое вероятностное кодирование сообщений, все равно область применения этих систем чрезвычайно ограничена. Поэтому, естественно, все практические системы, как симметричные, подчеркиваю, это важно тоже понять, так и асимметричные, на сегодняшний день, построены на принципиально другой модели стойкости, а именно теоретико-сложностной стойкости. Когда статистическая связь открытого текста и шифр текста, безусловно, присутствует и вычислима за конечное время. Вопрос, за какое время вычислима эта связь, за какое время мы с вами можем определить, в худшем случае, открытый текст, это без ключевого чтения, и в лучшем случае ключ, когда мы получаем доступ к любому зашифрованному сообщению данной криптосистемы. Поэтому, очень важно понять, какие ограничения мы получаем, когда переходим вот к такой ограниченной, по сравнению с теоретико-информационной, моделью стойкости криптосистем, во-первых, и во-вторых, какая связь существует между асимметричными и симметричными системами. А действительно ли асимметричные системы в некотором смысле более слабые по стойкости, чем симметричные системы? Как мы с вами увидим, что это не так. Что стойкость, теоретико-сложностная стойкость современных симметричных систем и современных асимметричных систем, она вписывается в один класс. И она примерно одинакова с точностью до констант. Значит, поэтому мы с вами в прошлый раз и начали рассматривать теоретико-сложностную модель с первоначальных таких положений, которые, часть из которых вы уже знаете, это теория сложности алгоритмов. Мы просто вспоминаем и ее сегодня акцентировать будем вниманием на тех аспектах, которые нам нужны. В прошлый раз мы рассмотрели, что есть три задачи, к которым сводится практически любая вычислительная задача. Это задача вычисления функций, задача поиска элемента и задача распознавания. И поняли, что каждая из этих задач формулируется одна в терминах другой. Таким образом, нам достаточно рассматривать вместо трех типов задач всего одну. И мы с вами посмотрели, что эта одна задача удобна, а мы сегодня формально приведем без доказательства теорему Карпа, которая позволяет нам рассматривать вместо одной задачи всего лишь один класс вообще задач для обоснования вычислительной стоимости. И это нам позволит такое интересное понятие, как понятие полиномиальной сводимости. Но самое главное, что мы с вами, сказав, что самая удобная для нас задача, в некотором смысле это задача распознавания, мы с вами сейчас попытаемся привести сложность задач к единому какому-то базису универсальному. И мы с вами сказали, что такой базис является машина Тьюринга. Машина Тьюринга. Ну, машину Тьюринга мы с вами вспомнили, поэтому я сразу перейду к понятию сводимости по Карпу. Значит, сводимость по Карпу называют полиномиальной сводимостью. И вот существует такая замечательная теорема, что пусть L1 язык сводим к L2, тогда будут справедливы три свойства, которые нам необходимы. Значит, первое, если L2 принадлежит классу P, полиномиальных алгоритмов, отсюда следует, что L1 принадлежит классу P. Значит, мы с вами пока не будем делать различия между алгоритмами и языками. Потом, когда нужно, это различие сделаем. И класс P – это класс языков, вычислимых за полиномиальное от длины входа время или количество шагов на обычной машине Тьюринга. На обычной, пока мы не рассматриваем вероятностной машине Тьюринга, на обычной машине Тьюринга. Значит, соответственно, класс NP – это класс языков, которые распознаются на недетерминированной машине Тьюринга за полиномиальное время. Напомню, что недетерминированная машина Тьюринга отличается от детерминированной тем, что у него есть, так называемый, угадывающий головок. То есть, фактически, этот класс, ну, неформально можно представить так. Формально мы потом сегодня представим в виде иерархии, когда будем рассматривать сложностных классов, в виде... Да, что-то не то? Итак, мы будем рассматривать, когда иерархию сложностных классов, мы будем представлять эту иерархию в виде игр. В терминах, скажу так, в терминах теории игры и предикатов. Так вот, класс НП, да, это некая игра, когда в ленту машины Тьюринга уже сразу записывается ответ, он откуда там взялся, не важно откуда, записывается ответ, и мы проверяем его за полиномиальное время. Итак, повторю, что из эквивалентного сводимости L1 к L2 следует первое свойство, следует второе свойство. Если L1 не принадлежит классу П, отсюда следует, что L2 не принадлежит классу П. И третье В, что если L2 принадлежит НП, отсюда следует, что L1 принадлежит НП. Вот такая замечательная теорема, которая нам нужна для того, чтобы ввести очень интересный класс языков, без которой не введешь понятие односторонних функций, и вообще не введешь нашей гипотезы, на которой основана вся теоретика сложностная стойкость, это класс НП полных задач. Итак, что такое НП полные задачи? Пусть у нас L принадлежит НП. НП L будет называться НП полным. Если любой предикат любой предикат L1 ЛИ принадлежащий НП, если любой сводится L, сводится L. Эквивалентность сводимости? Это совсем эквивалентность. Здесь полиномиальная эквивалентность, здесь полиномиальная сводимость. В чем разница? В prosperous если язык 1 сводится 2, и 2 сводится колядков. В чем разница здесь? если они сводимы друг другу значит они ну покажите мне покажите мне случай просто вот здесь вот у нас действительно любую задачу можно свести к антополной но антополную не к любой можно свести вот такая ваша ангония смотрите если мы рассматриваем классом да то есть к ней сводится любая из этих задач но это значит что да но не любая задача из класса полных сводится к любой другой из прошлого класса то есть в другую сторону но я вас попрошу привести такие примеры потому что на самом деле таких задач скажем так а мне не известны такие задачи если вы приведете такую задачу то получится что но в некотором смысле в некотором смысле вы докажете равенство м ф полный и полный задачи значит на самом деле это тоже гипотеза ну хорошо уточнение принимаю значит здесь не эквивалентность а сводимость да но здесь у нас сводимость лучше обозначать ну обозначать значком меньше ну то есть аликин меньше а вы знаете какой 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 из литературы пользуетесь потому что я не встречал не встречал даже такого рода ангрии вячеславович но просто читал по теории сложности поэтому я уверен что вы с незнакомы просто хорошо я увлечу ангрия вячеславовича эти понятия просто процент на самом деле я нигде не встречал такие ну вот такие уточнения и если вы мне это покажете ну буду благодарен но мы пошли дальше у нас нет времени к сожалению у нас дальше на разговоры значит идем дальше значит итак класс мы вводим класс следующий который нам понадобится класс бпп значит предикат эль будет принадлежать классу бпп значит если существует если существует полигномиальная вероятностная машина тьюринга м и полином п такие что т от м меньше или равно п от х при этом л от х равно единице отсюда следует что м с вероятностью больше 2 3 дает ответ значит понятно что класс бпп шире класса п шире класса п теперь следующее то что нам понадобится и мы переходим иерархии сложностных классов значит пусть у нас а некоторых класс языков значит вводится понятие сопряженного класса по а дополнение дополнение ко всем языкам из а таким образом что если л принадлежит а отсюда следует что бппп бппп минус минус f принадлежит ко а значит здесь бпп алфавит ну соответственно мы получаем сразу же что что бпп равно ко ко п бпп равно ко бпп так ну и последнее теперь вводим иерархию сложностных классов значит пусть иерархию мы введем на основании игры в которую играют два игрока пусть это будет игрок белый и игрок черный значит соответственно будет сообщаться некое входное слово x и игроки делают свой ход v1 v1 v2 v2 и так далее каждый ход описывается слогом видны p от x где p некоторый полином игра заканчивается после некоторого количества заранее заданного количества ходов результат игры описывается предикатом либо v x v1 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 и так далее из класса p истинность которого означает что выиграли белые чёрные или предикат или предикат который является отрицанием предиката v и утверждается что выиграли чёрные значит при этом при вот таком введении и при дополнительном условии что ничьи в игре быть не может можно каждой игре сопоставить два взаимно дополняющим друг другом множество либо l v это множество таких x при котором белые имеют выигрышную стратегию либо либо при которой чёрные имеют выигрышную стратегию в результате такой модели мы можем ввести такую иерархию на основании различных выигрышных стратегий мы можем ввести такую иерархию сложных классов класс п это множество l b и l b для игр в которых не делается никаких ходов класс np класс np в белые делают один ход то есть это такое множество всех x при котором существует v1 для которых v x v1 дальше соответственно истинен истинен уже предикат v x v 1 истинен с истин x x истин 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 x истин в Таким образом, иерархия выглядит следующим образом. Если нарисовать графически, она выглядит следующим образом. Внизу класс P, шире него немножко класс BPP. И дальше все это в предположении того, что P не равно NP. Продолжение следует... Дальше стрелочки иерархию можно продолжить. И вверху класс PSP, как тех алгоритмов, которые мы в прошлый раз упоминали, которые завершаются на машине Тюринга с полиномиальной памятью. И где-то вот здесь сбоку на уровне PSP и EXPTIME. Насколько неизвестно взаимоотношения между этими двумя классами. Значит, нас будут интересовать, вообще говоря, класс P и NP. В некотором смысле еще и BPP. Обратите внимание, почему вот так вот удобно вводить иерархию вычислительной сложности алгоритмов. Поскольку каждый раз, фактически мы используем ту же самую машину NP. То есть мы делаем несколько предположений и потом проверка, то есть выигрышная стратегия, сам предикат, да, принадлежит классу P. Вот это очень важно. Здесь. Значит, класс BPP, напоминаю, тоже он использует дополнительную, дополнительную ленту машины Тюринга, на которой просто содержится специальное число, которого он может обращаться, так сказать, без ограничений. Без ограничений. Ну и теперь мы готовы ввести понятие односторонних функций. Ну, давайте сначала перед этим еще одно, буквально еще одно слово. Значит, класс P ассоциируется, судя из этой иерархии, с самыми простыми задачами. Поэтому, если классы P и NP у нас совпадают, то значит, все задачи, как зашифрование, так и криптоанализа, находятся в одном классе. И это необходимое условие существования стойких криптосистем в теоретиках в сложностном смысле. Правильно? То есть, если эти классы совпадают, то построить стойкие криптосистемы в таком классе стойкости невозможно априори. Теперь зададимся вопросом, а достаточно ли это для условий? А оказывается, нет, недостаточно. Почему? Давайте посмотрим по гипотезе существования односторонних функций. Значит, итак, предположение, что P не равно NP, предположение, что P не равно NP. Давайте введем такое определение. Несколько определений. Значит, первое определение НУ наше называется незначимым, если для любой константы С больше или равно НУ. Существует такое КС такое, что НУ от К меньше К в степени минус С для всех К больше или равно КС. Значит, обратите внимание, что константа КС будет нами определяться каждый раз по-разному. и теперь значит функция F односторонняя, можете даже сказать сильная односторонняя, если выполняются два условия. первое. Существует полиномиальная вероятность на машину Тюгенера M, которая вычисляет F от X. второе. Для любого полиномиальной вероятности машины Тюгенера алгоритм A вернее, для любой полиномиальной вероятности машины Тюгенера A существует ню А вот в этом нашем определении такая, что для К больше К нулевой вероятности F от Z равно Y при случайном выборе X Y это F от X Z которая выдается этим алгоритмом для этой полиномиальной вероятности машины Тюринга не превышает значение Y от K K и K вероятность здесь закручивается Смотрите, что мы с вами фактически потребуем. Что для достаточно больших длин и любой вероятностной машины Тьюринга, сложность которой ограничена полиномом, вероятность наша вычислить такое же Z, которое бы обращало функцию, то есть фактически вычислить F-1, у нас незначительна. Вероятность незначительна. Но на самом деле это очень жесткое определение, поэтому оно только называется. Определение сильная односторонняя функция. На самом деле для нашей модели, как мы с вами сейчас посмотрим, достаточно существования слабых односторонних функций, потому что из слабой односторонней функции можно получить сильную. Посмотрим, что такое слабое, или как мы введем понятие слабой односторонней функции. Все, в принципе, то же самое, только немножко изменим второе условие. И так существует такой полином, Q, такое, что для любого алгоритма А и любых K больше K0, вероятность того, что F от Z не равно Y при случайном, опять-таки, выборе X. И так далее. Вот эта вероятность у нас больше или равна единице на Q. Значит, ну, в принципе, можно, так сказать, справедливо, конечно же, что необходимым условием существования слабых хэш-функций является существование сильных хэш-функций. И вообще говоря, можно ввести еще понятие других классов хэш-функций, извините, односторонних функций. Но для нас важно следующее. Важно, что для существования нашей модели оказывается достаточно существования слабой хэш-функций. Слабой односторонних функций. Слабой односторонних функций. Для введения уже нашей концепции стойкости и определения этого факта, что как симметричные, так и асимметричные системы могут оказаться в одном классе только при определенных условиях их построения, нам необходимо сделать еще небольшой анализ существующих детерминированных версий криптографических систем или просто шифров, удобнее и нагляднее, скажем так. Это будет возможно сделать на примере асимметричных криптосистем и проще всего это будет сделать на примере криптосистемы RSA. Итак, давайте рассмотрим три основных свойства детерминированного шифрования стойкого в модели теоретико-сложностной стойкости, которая приводит к понятиям вероятностного шифрования и которая позволяет показать, что для того, чтобы криптоанализ системы сводился к гипотезе существования слабой односторонней функции, нам необходим применить механизм вероятностного шифрования. Итак, какие же эти три наших свойства на примере криптосистемы RSA? Значит, первое свойство это свойство, которое называется шифрование низкоэнтропийных сообщений. Так, напишите. Первое свойство существования низкоэнтропийных сообщений. Формализацию посмотрим. Значит, пусть у нас криптосистема наша описывается тройкой G, E, D вероятностных алгоритмов, то есть тройкой G, E, D, где первый алгоритм – это алгоритм генерации ключей, который на выходе выдает пару наших открытого и закрытого ключа. Второй алгоритм – алгоритм шифрования, который выдает шифр текст в зависимости от открытого ключа и M. и третье – это вероятностный, подчеркиваю, алгоритм, вероятностный алгоритм, который… вероятностный алгоритм, который на… то есть если C у нас принадлежит D1KEM, то существует вероятность, ненулевая вероятность того, что D, D, C не равно M' больше 0. больше 0. Если… значит, здесь E у нас, здесь E, конечно же, а здесь M' D1K D1C, и здесь M' не равная M. Вот так, в общем случае. То есть M' – это у нас просто… вот такая у нас тройка. Вот у нас такая тройка. и первое свойство – это шифрование низкоэтропийных сообщений. Значит, пусть у нас F функция наша, односторонняя функция. Значит, X у нас… открытый текст с низкой энтропией. Ну, пусть это будет, например, 0, 1. Тогда… тогда… даже при введении детерминированной, подчеркиваю, детерминированной односторонней функции, легко вычислить разницу между F1 и F0. Ну, например. Возьмем классическую систему H. Значит, что у нас получается? что если у нас… ну, любая… E, D и M, PQ… да… то… C, если у нас равно M в степени E, модулю N, это равно 0, если M равно 0, или… C равно 1 в степени E, модулю N, равно 1, M равно 1. Таким образом, при… вот таком… таких низкоэнтропийных сообщениях… при детерминированном введении односторонней функции криптосистемы RCA оказывается не стойкой. Оказывается не стойкой. Это первый пример. Теперь второй пример. Второй пример. Второй пример говорит о том, что если у нас F – односторонняя функция в том виде, в котором мы с вами привыкли ее… водитель ввели ее… то… из F от X можно получить некую функцию G от X. то есть некую информацию про X. Например, что мы видим для классической функции RCA? что для нашей функции F, N, E, X, когда у нас X в степени E, модулю N, мы за полинавиальное время можем вычислить символ Якоби. Господа, вы мне мешаете, если вам неинтересно, вы можете выйти. Итак, вы можете спокойно вычислить символ Якоби. то есть второй факт говорит о том, что при детерминированном введении односторонней функции у нас с вами по значению функции F от X возможно вычислить некую функцию, другую, отличную от F относительно X, то есть получить дополнительную информацию про X. Ну и наконец третье. Самое неприятное свойство. Самое неприятное свойство. Самое неприятное свойство. Связь между открытыми сообщений. Пусть у нас X1 не равно X2. Тогда мы можем увидеть, что не понимать, что, в случае, не понимает, что Зон важно к этому, Редактор субтитров. Постань на случай. Редактор субтитров. Постань на случай. Принцов. Да. А. То есть из неравенства открытых текстов следует неравенство шифр текстов и набор. Для RCA это тоже. Что это значит? Если у нас M1 не равно M2, то естественно M1 степень E1 не равно M2 степень E2. То есть в потоке шифр сообщений мы можем выделять. Например, шифры сообщений, которые принадлежат разным открытым текстам. Естественно, если мы обратимся к нашей теоретико-информационной модели стойкости, то такого там даже близко не видится. Но оказывается, что среди этих всех трех неприятных свойств детерминированного шифрования наиболее неприятно свойство, как раз возможность выделения в трафике шифр текстов, принадлежащих разных сообщений. Естественно, что если мы обратимся к понятию слабой односторонней функции, то сразу же здесь получим то, что фактически из-за этого свойства и невозможно построить слабую одностороннюю функцию. Именно в силу этого Гальдуасера Микари предложили модель сначала для асимметричного шифрования, но потом эту же модель была предложена распространить на симметричные шифры, которая показала, что одностороннюю функцию можно ввести только если нарушить вот это третье свойство. То есть, чтобы не следовало разорвать вот эту вот связь. Каким образом это было сделано? Давайте с вами посмотрим. Итак, идея вероятностного шифрования. Идея вероятностного шифрования. Идея состоит в том, чтобы ставить соответствие открытому тексту. Открытому тексту не один шифр-текст С1, а некое множество шифр-текстов, при этом каждый шифр-текст из этого множества может выбираться с определенной вероятностью. Как правило, эта вероятность будет определяться, будет определяться, как правило, подчеркиваю, вот так. То есть, равномерное распределение на всем множестве шифр-текстов. Естественно, что здесь нарушается одно из основных свойств криптографического отображения. И для того, чтобы сохранялась однозначность расшифрования, множество наших СМОИ не должны пересекаться. Не должны пересекаться. Ну, давайте с вами рассмотрим пример реализации этой идеи. Первый пример на основе квадратичности. И посмотрим, какова плата за введение такой идеи для практических криптосистем. Ну, обратите внимание здесь, что наше третье свойство очень неприятное нам. Когда М1 не равно М2, то из этого не следует, что С1 не равно С2. Итак, давайте смотреть на эту вещь. Ну, и, да, кстати, для М1 равно М2. Также не следует, что С1 равно С2. Понятно, да? Значит, итак. Давайте рассмотрим практический пример и посмотрим, что. Значит, пусть у нас под множество ZN со звездочкой таких элементов, что ХН равно Е1. Пусть у нас Н также равно произведению двух больших простых чисел. Пусть у нас квадратичных вычетов это собственное под множество ZB земли. GН. А вот множество QN словно это GН мин QN. Множество всех на квадратах. значит, для вот такого нашего случая мощность множества QN Eq с волной равно Итак, определим наш первый вероятностный преномиальный вероятностный машинный Тюринг-Ж гипергенерации ключей следующим образом. значит, выбирается PQ вычисляется их произведение и выбирается случайный СЕВТОКВАДРАТ при этом открытым ключом E пара N A и личный ключ FQ алгоритм DEMO пусть у нас есть сообщение наше мы разбиваем его на блоки для открытого для открытого сообщения блоком будет у нас PIT и он преобразуется в криптосистему C DEMO M здесь уже блок будет иметь другую длину потому что C и принадлежит G N каким образом у нас будет осуществляться эта вероятностная процедура первое выбор R и T случайно из Z N разверточка для M и T равное нулю C и T равно R и T в квадрате модулю N для M и T равное единице C и T равно произведению A на N и T квадрате модулю N и процедура D M и T равное нулю если C и T принадлежит N единица если C и T принадлежит U N свободу ну посмотрим что это действительно будет работать то есть если у нас M и T равно нулю то этому отвечает патриотичный вычет если у нас это равно единице бит одного сообщения то это произведение вычета и не вычета то есть вычет все до квадрата и это всегда все до квадрата то всегда все до квадрата то есть криптосистема работает корректно обратите внимание теперь на следующее свойство то есть для разных то есть как раз вот здесь мы специально привели такое разбиение на блоки что мы разбиваем на блоки с низкой что энтропии M это у нас либо 0 либо 1 при этом мы получаем мы получаем для единичков с единичкой ноликов мы получаем совершенно разные достаточно случайно шифр блоки шифр текста платой за это является что увеличение длины шифр текста по сравнению с длинной открытой текста здесь конечно увеличение длины достаточно существенное в N раз где логарифм от N вот значит в действительности мы с вами в следующий раз посмотрим что можно предложить такую схему вероятностного шифрования что увеличение платы за модель близкую модель являющаяся моделью стойкости теоретика сложностного смысла является линейное увеличение длины даже не линейное увеличение длины а увеличение длины с точностью до константы с точностью до константы значит давайте с вами теперь после идеи вероятностного шифрования наконец-то ведем два основных определения стойкости наше модели теоретика сложностной системы и в следующий раз рассмотрим уже требования по реализации этих моделей так первое определение которое мы с вами вводим это определение в смысле полиномиальной неразличимости первое определение определение в смысле полиномиальная неразличимость итак наша криптосистема G E D называется стойкой в смысле полиномиальной неразличимости если для любой полиномиальной вероятностной машины Тьюринга M и A для любого полинома Q для любых K больше K вероятностей вероятностей A 1K E M0 M1 C равно M такое что E T выбирается случайно из алгоритма G 1K M0 M1 выбирается выбирается случайно из всего множества сообщений длинный K M выбирается случайно из M0 M1 C C C это результат вероятностного алгоритма шифрования M1 C 1K M1 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 m2 M1 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 M2 M1 четко напоминает определение что слабой односторонние функции только уж д применительно конкретно к нашей криптосистем то есть для любого выбранного пространство сообщений для любых случайно выбранных сообщений возможность отличить сообщение м1 от м0 да не сильно что отличается от чего вот случайно здесь выбор естественно тоже с вероятностью 1 2 понятно то есть фактически это определением построена прямо на основании нарушение третьего нехорошего свойства детерминированный криптосистем детерминированных шифр то есть мы для разных вернее одинаковых сообщений строим разно то есть в потоке шифр текстов мы не можем различить шифр текст от одного был получен от одного или другого сообщения чем плохо такое определение плохо тем что для любой вот этой вот введенной криптосистема стойкость будет одинаково если вот такой вот мы не можем сравнить криптосистема по стойкости между собой мы говорим только о том что они попадают в один класс обратите внимание я подчеркиваю что здесь нет разницы между асимметричной или симметричной криптосистемой да потому что в случае асимметричной криптосистемы просто что алгоритм пвмт е и д отличаются до асимметричной системе в асимметричной системе они что совпадают вот и все разница здесь никакой не будем никаких дополнительных так вот для того чтобы уметь отличать одну криптосистему в этом классе от другой мы с вами сейчас ведем еще одно определение да и уже в следующий раз наверно посмотрим связь между определениями посмотрим какие еще определение стойкости в этом классе стойкости можно и так второй тип определение стойкости это стойкость семантическая то есть семантическая стойкость криптосистемы чемпионы значит преведение симантической стойкости мы мы вводим такое понятие как игра то есть противник играет в одну игру и играет мы играем во вторую и это называется и вернее это сейчас как мы увидим непосредственно связано с нарушением или с тем свойством нехорошим детерминированного шифрования как шифрование вернее как возможность вычислить функцию g от x по функции m от x то есть частичная утечка информации итак первая игра значит первая игра говорит о том что если у меня есть открытое сообщение m которое выбирается из нашего пространства открытых сообщений я могу угадать некий предикат ht игра игра 2 противнику сообщается некая альфа принадлежащий е от m давайте здесь для строгости уберем и так и тоже для m снова угадать снова угадать ht снова угадать ht дополнительных открытым сообщениям есть некая дополнительная информация альфа которая может получаться из нашей нашего пространства шифр сообщений так вот система называется только в семантическом смысле если для опять-таки любых m a pvmt функции нашей h полинома q существует pvmt b такая что для k любых k больше k нуля вероятно a1k c e равно h от m при условии что e d опять выбирается случайно g 1k m выбирается случайно m 1k c выбирается случайно e m m m меньше или равна вероятности b 1k равно h от m при условии при условии m выбирается случайно m 1k plus 1k 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 plus 1k чем лучше это определить вы видите что это определение основание что мы пытаемся бороться с тем неприятным свойствами фактически говорит о том что вычислить некий вычислить некую функцию от открытого текста например это четен ли открытый текст до младший вид его вычислить нолик или единичка или без хеминга открытого текста имея наш шифр текст все равно что этого открытого шифра текста у нас распоряжение что просто нет фактически игра когда шифр текст нам не здесь то есть фактически получение открытого шифра текста нам ничего никакой информации об открытом тексте что не дает ну с учетом того что это все таки полиномиально вычислить на машине тюринга и с точностью до незначительное увеличение единицы на филка а лучше она тем что если мы перенесем вот в эту сторону вероятность сделаем модуль разности этих вероятности да то мы получаем величину которую мы можем назвать преимущество до противник относительно вычисления некой информации это уже количественная величина которая нам позволяет оценивать и сравнивать между собой криптосистема по стойкости в этом классе понятно да и в этом смысле существует доказательство что если система стойкая в семантическом смысле то она будет стойкой и в смысле полиномиальной неразличность следующие виды стойкости которые позволяют еще более точно оценивать как симметричные криптосистемы так и асимметричные криптосистемы мы с вами посмотрим вместе с определением ядра односторонней функции следующий раз и генератора обоснование стойкости генератора bbs это уже следующий раз